Привет всем! Меня зовут Коля. Настало зимний период. Есть время поговорить о прикормке, о ее динамике, о ее работе, о ее составляющих. Я пробую сделать прикормку свою, которая будет иметь слегка спортивное направление и при этом она будет доступна в изготовлении и цене в самом вопросе. В этом ящике находится моя первая прикормка, которую я делал собственными руками. Она будет еще тестироваться. Но сейчас посмотрим, как она работает. И вы станете первыми самосвидетелями работы над прикормкой и в ее воде. Правда, экспериментальная форма у нас, как всегда, бутыль. На воду сейчас уже холодно выходить. Давайте посмотрим, что у нас тут получилось. Возвращение такой прикормки на ловлю плотвы, которая планируется ловиться весной. Нам нужна мелкофракционная прикормка. Поскольку я планирую ловить плотву, нужна будет вот такая вот прикормка. В ее состав входят ингредиенты, которые можно приобрести, как я сделал на любом рынке, где продают пшеницу. Это идет уже помолотый, готовый состав. Называется он, просто на роде так бы, мелкий на рыбалку состав. Плюс немножко я добавил, ну не немножко, скажем, ну и добавил жареной перемолотой коноплей. А также добавил муки кукурузной. И получается вот такая вот мелкофракционная. А еще что хочу сказать по поводу коноплей. Коноплю я, когда производил измельчение конопли, она получается сделана 50 на 50. 50% в порошке, 50% поставила вернышек, ну для какой-то вот фракции. Прикормка, которая увлажнена дважды, она теоретически должна быть инертная, то есть утяжеленная чуть-чуть. И также хочу показать прикормку, которую можно ловить мелкую рыбу, собственно, тарань-плотву с стартовым увлажнением. То есть она будет более динамичная. Вырву готовы. Итак, прикормка со стартовым замачиванием. То есть наблюдается работа прикормки. Она выпадает, высыпается, мелкие части соединяются. Также хочу сказать, что такую прикормку можно отдельно заточить, затемнить, перетащить. Это в основном будет использоваться как основная база, которая поддается владельцам. Она не имеет практически своего запаха. Ее запах за счет смеси очень приятен и нейтрален. Вторым этапом будет прикормка с двойным увлажнением, то есть они будут иметь меньше динамики. То есть прикормка начала рассыпаться примерно секунд через 10. Этого как раз должно хватить для того, чтобы приводиться и работать на дне. Сейчас попробую показать мелкую фракцию, которая отделяется. Вот примерно то, что я хотел показать. Работа самодельной прикормки, как для новичков, ну и так и для спортсменов. Есть над чем поработать.